всем привет это еще не дочистила свою свеклу почищу-ка я свою свеклу пока подожду пока вы присоединитесь и тоже начинайте чистить свою свеклу если вы делаете со всем 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 привет кто присоединяется можете писать пока откуда вы присоединяетесь ну можно написать как меня слышно тоже кто-нибудь пожалуйста напишите тему потому что у меня я перчаточки не отдела ну и собственно да не хочется как-то телефончик мой напишите пожалуйста тему кто-нибудь челлендж свекольный квас чтобы мы кто зайдет сразу понимали о чем вообще речь а я сейчас тогда это дело как это закреплю так если вы не пользуетесь не будете пользоваться потом свеклой да не для чего а мы будем с вами ну обсуждать для чего можно использовать вы можете не чистить свеклу да то есть можете не заморачиваться чисткой свекл я пойду по мою ручки так напишите пожалуйста кто-нибудь челлендж свекольный квас напишите мне как меня слышно и видно пожалуйста кстати у меня вот такого замечательная паста есть для мытья посуды для мытья всякого разного я думаю что она мне хорошо очень вымоет мои ручки сейчас посмотрим посмотрим можно лимоном конечно же да лимон тоже хорошо отмывает да вот мне неплохо так ручки отмылись ну я еще тут буду со свеклой работать поэтому все хорошо слышно и видно ой спасибо оля сейчас я коп замечательно супер так присоединяйтесь мы с вами поболтаем так всю свою свеклу я почистила ну что ж приветствую вас на моей кухне опять-то давненько мы с вами не встречались вот и сегодня мы возобновляем челлендж потому что как никогда хорошо бы подружиться со своими бактериями да вы помните если кто-то старенький присоединяется помните как несколько раз назад потому что челлендж уже не первый раз у нас проходит мы с вами я с объясняла что в принципе вот ну да ферментированный продукт это дружба с бактериями то есть хотела вас немножечко как бы чтобы привыкли дружить со своими бактериями понимали важность дружбы с бактериями вот ну и другими микроорганизмами понятно да потому что как многие из вас уже знают у нас тут вот второй кишечник ой второй кишечник господи второй мозг до в кишечнике живет вот и собственно очень важный момент он отвечает за наши на наш иммунитет да потому что там у нас где-то около 70 там плюс минус процентов иммунитет иммунных клеток находится вот и там же у нас вот этот второй мозг который в принципе руководит всем включая наш с вами психо эмоциональный фон тоже вот поэтому ну уж про иммунитет да я уже сказала иммунитет прям вот великое очень большое значение имеет наши вот полезные бактерии да ну не полезные тоже да то есть понимаете что у нас там уже сразу есть и патогены и не патогены в зависимости от того кто преобладает кто превалирует от этого собственного света привет от этого будет собственно говоря зависеть как у вас там с иммунитетом как у вас вообще с общим здоровьем вот и тема это всегда важна на самом деле сейчас там коронавирус не коронавирус да все равно ну тема важна тем более когда после зимы заходим в весну обычно нехватка витаминов да и так вот ну тело в любом случае перестраивается ну и сейчас мы все радостно сидим дома вот всей всей землей скажем так ну не всей землей конечно но больше большей частью земли наверное я даже не знаю больше или не больше вот и как никогда хочется потянуться за булочкой или там еще за какой-нибудь не совсем полезной для нас вещи причем самое смешное что вернее не смешное что когда вы тянетесь зачем то вам кажется ну я хочу ну вот да там булочку или там я не знаю ну я не знаю что это да там шоколадку еще что-то когда вас непреодолимо вам необходимо да то есть как а лёгкая зависимость мы не не говорим себе мы не мы не признаемся себе что это зависимость данного говорим мне хочется как же себе любимый но мне же хочется на самом деле это хочется ни вам вашему организму этого вообще не хочется потому что никак ну по большей части такие вещи вашему организму не помогают то есть не прибавляет ни здоровья не иммунитета не ничего подобного, только добавляют токсинов и так далее. А хочет как раз-таки ваша разросшаяся, не совсем полезная для вас микрофлора в кишечнике, то есть они, ну, даже есть исследования научные, да, я тут не привыкнула, прямую влияют на наш, на наше поведение, ну, особенно пищевое поведение. Поэтому вот прям даже есть такое там исследование с мышками и кошками, прям такое ух, не сильно вот оно как-то, короче говоря, важно, что у вас там происходит, что у вас там за баланс, не баланс, как у вас, какие там, как скажем, микробы растут, кого вы выращиваете, потому что то, что вы кушаете, попадает туда и, в принципе, вы кормите не совсем себя, вы кормите все-таки вот этот триллион этих бактерий, которые у вас живут. Поэтому это нужно тоже помнить и понимать. Ну, я думаю, что можем начать. У нас сегодня, приветствую вас еще раз всех, кто присоединился на моей кухне. Вот. У меня там много интересного происходит. Вчера, кстати, был очень прикольный эфир у нас в аккаунте у Катерины write.biohacker. Обсуждали мы ферментацию. Ну, было такое больше по болтушке, чем обсуждение конкретное по теме. Вот. И много чего я там уже тоже показала. Тут у меня есть, значит, у нас напитки начинаются сегодня. У меня курс начинается по напиткам, да. Ну, это как бы дикие газировки, можно их так обозвать еще. Вот у меня уже стоит. Ферментируется... О, даже есть немножечко газация чуть-чуть. Ферментируется лимонадик. Вот. Потому что... Вон сколько лимонов я извела на него. Это, кстати, будет энзимный очиститель. Тоже у меня рецепт есть в блоге. Что у меня тут еще? Ну, у меня тут много чего. Хотела еще показать, что-то у меня тут не очень видно. У меня ферментированный желток. Ферментированный желток сырой. Вот. Очень интересно пахнет. Очень прям вот... Ну, мед, понятное дело, да, с чесноком. Тут, как говорится, обычное дело. Мне всегда... Он у меня просто вот так вот на кухне здесь стоит. Год стоит и дальше стоит после года. Там я вынимаю эти чеснок, пользуюсь. Обратно закидываю. Поэтому как бы вот... Вот так вот у меня. Так. Если есть вопросы какие-то, по каким-то вопросам, тогда... По каким-то вопросам, если есть вопросы, да. Обязательно задавайте, да. Кстати, вчера был тоже на прямом эфире. Кто-то сказал, что, типа, вот у меня там... Я делала по Аниному рецепту квас. Не получилось, что там что-то... То ли плесень, то ли что-то. Когда такие вещи случаются, да, то вы сразу звоните. Ой, звоните. Звонить все не надо. Сразу пишите мне в директ, да. Я с удовольствием отвечаю на такие вопросы. Вот. Если их будет много, например, я даже могу в сторис поставить, чтобы все увидели. Вот. Поэтому не отчаивайтесь. Не всегда. Не может оно всегда получаться, да. У меня тоже, у меня десятилетний опыт, да, ферментации. У меня тоже частенько что-то не получается. Так, точно, когда у меня проблемы, там случайно не всегда сняются кошмары. О! Ну, кошмары там не только от этого. Там много очень нюансов про кошмары, но неважно, да. Анеч, спасибо, что вчерашний эфир сохранила YouTube. Да, тоже нам... Да, ну, кстати, прикольный был эфир. Мне самой очень понравилось. На самом деле, мы просто сидели, поболтали. С Катей было очень здорово, весело. Так что, ну, вот. Ну, следующий эфир у нас будет больше тематический. Кстати, во вторник у нас эфир будем делать... Ферментировать рыбу опять. Я надеюсь, что я найду правильную рыбу в этот раз. Какую-нибудь жирненькую рыбку будем ферментировать. Вот. Так. Смотрите, если кто-то меня не знает, да, или там, например, новенькие тоже появляются. Меня зовут Анна Дроздова, и я практик, да, то есть я специалист по практической ферментации. Вот. Практической лактоферментации. В основном у меня овощи, фрукты, зерновые и так далее, да. Есть чуть-чуть элементы животного белка тоже, но не слишком я, если честно, пока уголублялась. Вот это нужно понимать, что ферментация... Заферментировать можно всё. То есть любую категорию продуктов вы можете заферментировать, да. А, нет, ну животный белок там, у меня кисломолочка есть, да. Вот. Заферментировать можно всё, и поэтому экспериментировать со всем, со всеми вот вещами, какие вообще возможны, вот, ну, ферментации, ну, жизни не хватит точно. Поэтому вот пока у меня вот так вот. Так, дорогие мои, у нас с вами челлендж, да. Мы сейчас с вами сделаем квас. Если кто-то уже чистит, почистил... Так, напишите мне, пожалуйста, кто со мной вместе будет его сейчас делать. Вот. И напишите те, кто... Напишите, делаю. А те, кто хотят делать, ещё только будут, да, потому что я, ну, естественно, оставлю этот эфир на 24 часа и потом в сторис, да, ой, в сторис, господи, на ютюбе. Вот. То пишите, буду делать. Вот, давайте мне напишите, чтобы я понимала вообще, я тут сама с собой радостно пью квас или нет. Кстати, мне дали кучу прошлогоднего чеснока, он просто пророс и подвял. Можно пророс и подвял, это уже не очень, если честно. Вообще, вот сейчас пойдём с вами про ингредиенты, да. Лучше всего, конечно, ингредиенты, чтобы были свеженькие, вот. Можно его, знаете, что попробовать? Можно его попробовать измельчить, сделать такой, ну, вот этой вот штукой, которая, ну, как-то давилка, чеснокодавилка, господи. Можно чеснокодавилкой его и что-нибудь там придумать, да, сольки там процента 2 положить. Может, ещё что-нибудь засунуть. Такую, знаете, как вот пасту чесночную сделать. Вот, наверное, будет лучше, чем в мёде. Ну, и посадить можно на окошечко там, даже если у вас там нет, например, там, если в квартире живёте, да, я не знаю, где вы уже живёте. Можно прямо в эту самую посадить, насадить этот чеснок, будет зелёненький чеснок у вас. Витамины замечательные. То есть какую-то часть вы можете посадить, а какую-то часть вы можете вот таким сделать с макаром. Так, буду делать один раз дело, пошла плесень. Вот, вот, давайте, когда у вас идёт плесень, когда что-то идёт не так, пишите мне сразу в директ. Я практически, ну, я достаточно быстро отвечаю. Вот, потому что очень часто бывает, то есть, естественно, сейчас я буду какие-то общие вещи говорить, да. То есть понятно, что мы все из разных уголков земли, да. Да, у меня там, например, есть, на курсы приезжают, на курсы присоединяются из Америки, из Ближнего Востока, из, господи, из Европы, из России. То есть, ну, у всех разные условия, да, климатические, надо это понимать. У всех разные ингредиенты, росли они в разной земле. Ну, вот если это свекла, да, к примеру. Всё это росло по-разному, разные температуры, в общем, очень много разный бактериальный состав, потому что бактерии, они же не только у нас в кишечнике, да, то есть, они везде, там, в глазах, там, ну, и так далее, да. То есть, микробиомы это прям целый, во рту, естественно, свой микробиом, в носу. И в воздухе у нас тоже везде, вот, везде всё уж покрыто. Слава тебе, господи, мы их не видим. Я думаю, что, ну, как-то вот не очень бы нам это понравилось. Наверное, с ума сошли бы. Вот, ну, это же всё везде покрыто, правильно, вы понимаете? То есть, от этого тоже очень много зависит. Может быть, где-то в, если, например, в доме есть чёрная плесень, там же споры. Если что-то ещё такого плана, да, то есть, это всё будет влиять. Очень много ферментаций, факторов влияния. Так, давайте всё-таки начнём со свеклы. По свекле пойдём, да? Значит, обязательно напишите мне в директ, если будет что-то опять не то, да. Просто будем разбираться до того, как вы начнёте что-то выкидывать, да. Обязательно присылайте мне фотографию, скажите, так, Аня, вот у меня тут та-та-та-та-та, что-то не получается. Всё. Будем разбираться, да. Потому что плесень – это одно, например, грибок, не грибок, а дрожжикам – это совершенно другое. Да, тут уже выкидывать, может, и не надо. То есть, может быть, можно спасти. Поэтому давайте. Так, по ингредиентам. Ну, во-первых, нам нужна стеклянная какая-то посуда, либо какая-то, ну, точно не пластиковая, да. То есть, ну, конечно, вы можете, если вы пластиковым пользуетесь, да. Я уверена практически, что большинство моих подписчиков не пользуются пластиком. Вот. Тоже там своё, да, свои проблемы мыть свёклу. Да, свёклу можно помыть. Свёклу вот я уже её почистила, да, вот у меня все ручки уже красные. Вот. Я её почистила. И сейчас вот не хочу сильно долго ждать, чтобы она там обветривалась. Я хочу её уже сразу запихнуть в банку. Вот. Значит, банка стеклянная какая-то, да. Ну, так как мы с вами будем пить аж 10 дней, да, то есть, у нас челлендж такой на 10 дней. То есть, вы можете, например, сейчас у вас недостаточно свёклы поставить какое-то количество. И, например, завтра, послезавтра, если есть возможность, там, в магазин и так далее, прикупить, докупить. Так, извините, кошка пытается. Зоя, что ты делаешь? Вы можете докупить и поставить ещё, потому что, ну, оно будет готово где-то около 5 дней. То есть, это не надо ждать, чтобы оно было готово 10 дней, да. То есть, вот у нас через, там, 3-4-5 дней будет готово, мы начнём это пить. Пить будем в течение 10 дней, поэтому у вас есть время ещё сделать, даже если вы, ну, хотите присоединиться, но сейчас не можете. Или у вас недостаточно свёклы, да. Я буду делать трёхлитровую банку, я думаю, что мне её хватит. Вот. Значит, смотрите. Что-то меня надо попить, что ли? Да, где моя вода. Кстати, тёпленькую водичку пью с утра. Так. Значит, в банку нужно, чтобы... Банку заполняем где-то, ну, не доходя чуть-чуть до половины, да. Старайтесь, чтобы сильно за половину не уходило. У вас получится много-много свёклы и мало-мало жидкости. Да, как бы, ну, не нужно нам это. Так. Смотрите, буду резать сейчас свёклу. Ой, какие там люди присоединяются. Всем привет. Так. Как видно, правильно? Так, сейчас подождите. Давайте я сделаю чуть-чуть пониже. Ох. Чтобы прям было хорошо видно. Ну, на самом деле, тут сильно нечего смотреть. Тут, понятное дело, что я буду сейчас это резать, да. Чем мельче вы порежете кусочки, тем быстрее пойдёт процесс ферментации. Не советую на тёрке. Слишком мелко, слишком быстро, слишком может быстро пойти это всё дело. Ну, хотя, хотя можно попробовать, да. То есть я обычно так не делаю. Вот, сейчас вам покажу. Кстати, потом покажу, как я буду отмывать свою доску. Ну, вот где-то вот такие вот средненькие кусочки, да. То есть, ну, сколько они тут, сантиметр или полтора на сантиметр. Вот такие вот, да. То есть такими огромными это достаточно тоже долго вы будете ждать, да. То есть нужно понимать, что вы собираетесь ферментировать. Извиняюсь, что мне в WhatsApp присылают сообщение. Вот, хотя я заблокировала всё, но не помогло. Поэтому, чем меньше, да, кусочки, которые вы будете сферментировать, тем они, в принципе, дольше, вернее, быстрее будут ферментироваться. Потому что больше поверхности уже готовой еды для, как сказать, для бактерий наших уже есть вот в наличии, да. То есть это, это, вы знаете, что я ничего не вымачиваю, если честно. Хотите, можете вымочить её перед, ну, от нитратов и так далее. То есть, ну, в любом случае, что-то у вас будет, да. То есть не у всех, например, органическое. Нужно понимать, что в процессе ферментации, да, бактерии же наши, они же такие классные, они же о нас заботятся. Мало того, что они уменьшают количество сахара, да, потому что свекла, ну, вы знаете, наверное, да, богата витаминами разнообразными, там, С, магний и так далее. Но потаси, но самое главное, что там очень много сахара. Ну, почему, собственно, и свеклы делают сахар, да. И, как бы, обычно его, ну, не рекомендуют слишком много его, как бы, этого сока, например, да, он дико полезная свекла, да, она сама суперфуд по себе. Но не советуют обычно слишком много употреблять из-за этого большого количества сахара, потому что он поднимает сахар в крови, и так далее. Так что я вам хочу сказать. Наши бактерии о нас заботятся, и они этот сахар перерабатывают, да, то есть они на более мелкие элементы, на более мелкие сахара. И на выходе, получается, как бы они за нас это пережевывают, пережевывают и через себя пропускают. Ну, как бы, получается, они метабилизируют вот это вот всё, да. И расщепляя вот эти вот глюкозу, да, вернее, расщепляя сахар, расщепляя углеводы, вот этого вот сахара, да, например, гликемический индекс будет очень маленький, такой свеклы, да. Плюс вы можете доферментировать до такого момента, когда оно такое прям вот кислое-кислое будет, да, то есть совсем, ну, и однозначно мы же не добавляем здесь сахара, и на выходе у нас получится, знаете, вкус такой будет, как у борща. То есть вы можете довести кислотность ещё подождать немножечко подольше её, да, то есть мы уже с вами процесс будем обсуждать больше в сторис, вот. В том числе, к чему я всё это веду очень долго. Я веду это к тому, что в том числе они перерабатывают и какие-то токсины. Не значит, что сейчас мы пойдём, прям что-то такое вот токсичное возьмём и начнём это ферментировать. Не в этом смысле, да. А в смысле того, что в принципе они, потому что даже есть специальные там бактерии какие-то, да, используют для того, чтобы когда вот нефть разливается, да, там эту нефть нейтрализовать. Есть, которые поглощают пластик, перерабатывают его, ну и так далее. То есть они способны на какой-то степени расщепить вот эти вот антинутриенты, да, то есть вот то, что нам не полезно для нашего организма, то, что мы не можем переварить. То есть они вот с этим делом справятся. Поэтому я, если честно, доверяю ферментации бактериям достаточно, ну и, естественно, качество продукта тоже важно, да. То есть я стараюсь где возможно приобрести что-то, ну, органик, да, органическое, экологически чистое, да, в разных странах по-разному это называется. Вот, вот у меня, ну, вот еще нету. Надеюсь, что у меня свеклы хвастят, я думаю, что да. Вот, и поэтому, ну, если хотите, то можете отмочить, посмотреть, как будет, да, но я обычно не отмачиваю ничего. Вот прям сразу, оп, и туда его. Так, по ингредиентам что еще у нас, да, вы можете, в принципе, разнообразить, да, особенно те, которые уже делали, такие, о, блин, опять тот же самый квас. Да, может быть, телу немножечко надоело одно и то же, да, потому что мне частенько тоже бывает такое, что, ну, как бы я рецепт делаю-делаю, а потом все говорят, так, слушай, ну, надоело одно и то же дело, давай-ка я уже как-нибудь что-нибудь другое придумаю. Вот. Можете добавить туда, ну, мы с вами добавим туда чесночку, да, небольшое количество. Если чеснок не очень нравится, не добавляйте чеснок. Можете добавить корень сельдерея туда, ну, чуть-чуть, да, не в смысле, там, половину, да, а там, ну, я не знаю, там, небольшой вот такой вот кусочек, вот какой-нибудь такой кусочек, да, оно придаст интересный такой вкус, аромат. Можете попробовать еще какое-то корневище туда засунуть, ну, типа. А вот корень, корень петрушки, тоже он очень ароматный. То есть, опять-таки, если вам это нравится, если вам запахи, вот эти вот все в еде-то все нравится, то давайте, добавляйте, будет. Можете даже, если у вас есть, например, корень хрена, чуть-чуть добавить, чтобы такое вот было, ух, да, такое вот прям, такая вот особенность у него. Вот. Острота такая прикольная. Ну, тоже, кстати, полезно, ну, невероятно, да, то есть, мы тут с вами делали на позапрошлом прямом эфире, да, во вторник, по-моему, как раз неделю назад, мы делали с вами, у нас в гостях была Ола, специалист по вагустному нерву, кстати, теплая водичка, вагустный нерв там, ух, щекочет, активизирует. Вот. И мы делали огненный сидр, дорогие мои. Так вот, это жесткая вещь для иммунитета. Просто настолько хорошо. Во-первых, она хорошо для самого вагустного нерва его активизирует, да. Почему его нужно активизировать? Заходите ко мне на этот, как его зовут, на YouTube, да, и там, смотрите, там есть, есть, я выложила запись этого эфира. Вот. Плюс, куда я уже пошла, я уже забыла, куда я пошла. Вот. Плюс, вот это вот, смотрите-ка, у меня как раз получилось полубанки. У меня где-то было, наверное, килограмм, около килограмма у меня было свекла. Вот. Значит, вот на трехлитровую банку, вот видите, да, она у меня практически половина, я уже больше, ну, у меня больше, в принципе, свеклы нет, поэтому... Так, руку сейчас я сполосну. Так. Так вот, вот это вот... Сейчас. Сидр. Я к чему про сидр, про этот огненный? Что там очень много... Что там я клала много хрена. Вот. И, конечно, хрен, ну... То есть, если у вас какое-то респираторное заболевание, подышите хреном и, поверьте мне, у вас там пробьет все. Ну, если, конечно, это не хроническое, если там не какое-то там, ну, серьезное заболевание, да, это нужно понимать. Так. Свекла есть. Так, кто вопрос? Прочинишься, так, вопрос не по теме. Как вы относитесь к хлебу из ферментированной зеленой гречки? Читала, что и патогенная флора тоже образуется, но о пользе много пишут. Смотрите. Я любые крупы, глютеновые, безглютеновые, вообще не важно, да, то есть, ну, и псевдокрупы, да, то есть, которые не являются в разряде круп, да, например, как гречка, кинва, да, а не больше, ну, ягоды там кинва, вообще с рубарбом, не рубарбом, как это, с ревнем, да, по-моему, в родстве. Вот. Не суть. То есть, все, что требуют вот такие вещи, я всегда все делаю с закваской. И я частично согласна, что когда вы просто ферментируете гречку без добавления какого-то, как сказать, какого-то стартера, да, уже, ну, с бактериями, то, конечно, у вас образуется, ну, патогенная микрофлора, да. Тут нужно, ну, тут нужно немножечко, как бы легче, если честно, проще, да, кефирчика добавить. Не-не-не, если вы, например, веган, да, водного кефирчика добавить, там, я не знаю, камбучу, ну, сырое все, естественно, да. Можно капустку свою поставить, квашеную, и вот сок этой капустки туда добавить прямо в начале, когда вы это все, ну, вот, смешиваете, ставите ферментировать. Вот. Потому что, чтобы там уже образовывалась более контролируемая среда, потому что в течение этих 24-12 часов, когда вы ферментируете гречку без каких-либо добавлений, там, конечно, потому что в самом начале, да, точно, как закваску, когда начинаешь, первых несколько дней там идет борьба между патогенами и полезными бактериями. То есть, кто у вас там победит, как бы непонятно. Если вы что-то добавите, будет сразу понятно. Кстати, у меня закончил, ну, заканчивается мини-курс по безглютеновой закваске, и там я даю как бонус вот этот вот рецепт зеленой гречки хлеба. Так, все, поехали дальше. Так, смотрите, свекла есть, да, банка есть, чесночок я уже заранее почистила. Я его обычно так вот, не знаю, там видно, что-то не видно. Вы мне скажите, если не видно. Ой, надо отрезать. Так, чесночок вот так вот, оп, и туда. Так, все, в принципе, больше ничего я сейчас заберу. Я опять всю руку смазала. Так, да, теперь нам нужно с вами что сделать? Важный очень момент, да, чтобы... Потому что, в принципе, что такое ферментация? Так, давайте-ка я верну себя. Ферментация – это жизнедеятельность бактерий, да, если так по-простому. То есть это трансформация одного продукта, да, в совершенно другой продукт с помощью микроорганизмов. Вот так вот, если по-простому, да. Ну, в принципе, как с точки зрения бактерий, да, это их жизненный цикл, да, то есть это их жизнь. Они используют разнообразные нутриенты, скажем так. То есть это и белок, может быть, да, и жир, и, ну, в качестве еды. И углеводы, как вот у нас с вами, и сахара, да, крахмалы и так далее. И перерабатывают это, да, метаболизируют, расщепляют на более мелкие, на более мелкие легкоусвояемые элементы, да. То есть там аминокислоты и так далее, и так далее. Цепочки этих жировых, жировых этих самых кислот. Вот, то есть вот так вот это всё происходит. То есть и они за счёт этого вырабатывают энергию, да, то есть вот они это берут, вырабатывают энергию, они размножаются, ну, и они для нас очень много полезного, сами того не зная, производят, да. Там и витамины, там и, то есть они синтезируют витамины, да, то есть производят, вырабатывают витамины, которых не было тут вот. В дополнение к тому, что тут есть, да, то есть то, что здесь есть, они это сохраняют, ну, как получается, консервируют, что ли, да. Потом те минералы, которые были, тут вот тот же самый марганец, да, магний, вернее, которые есть, да, вот уже в продукте в самом, они эти минералы делают более легкоусвояемыми, что ли, да, то есть они их делают биологически активными. Потом что ещё? Они выделяют у нас энзимы, ну, или ферменты, да, пищеварительные ферменты, ну, с помощью которых, собственно, они и расщепляют всё это дело, вот. Короче говоря, очень много всего полезного и интересного, да, происходит, и в том числе они нейтрализуют какие-то антинутриенты для нас, да, вот тот же самый сахар, например, вот любые вот эти все напитки, да, которые вот у меня тут сегодня начинаются, они тоже, то есть вы можете, так как вы это всё можете проконтролировать до определённой степени, да, то вы можете довести до такого состояния, что у вас, в принципе, там сахар уже практически не останется, да, то есть вы, в принципе, можете его делать и без сахара, если что. Ну, эти уже секретики я рассказываю уже только на курсе. Так, смотрите, значит, взяли теперь нас, ферментаторов, да, то есть что, какая наша роль, в принципе, наша роль, ну, вот как, наверное, знаете, как охранник в клубе, то есть вот этот фейс-контроль, вот мы с вами как фейс-контроль, ну, что-то типа такого, да, то есть мы кого-то пропускаем, кого-то нет, потому что если мы пропустим всех, то, скорее всего, вот если я сейчас вот так вот оставлю, да, то пойдёт процесс гниения, в принципе, гниение и ферментация – это, ну, один и тот же процесс, тоже бактериальный, да, бактерии и всякие другие микроорганизмы в нём участвуют, но когда мы, то есть гниение – это более такой спонтанный процесс, он происходит в природе, да, он как бы ещё до нашей цивилизации вообще когда-либо человек появился на Земле, да, то есть до этого ещё ферментация происходила давным-давно, да, вот это вот гниение само, естественный такой процесс. Ферментация же, то, что вот мы понимаем под ферментацией, да, наша задача – создать благоприятные условия для роста необходимых нам с вами микроорганизмов, вот в чём, собственно, заключается наша с вами задача, да, то есть вот качество ингредиентов, оно будет влиять, да, то есть, естественно, нам нужно создать условия, в том числе и качество ингредиентов, на них нужно смотреть обязательно, да, потому что очень часто какая-то свёкла, когда она уже лежит, да, ну, представьте, да, свёкла, если она уже пошла, ну, немножко там какой-то где-то там образовалась плесень чуть-чуть, ну, так беленькая, как вроде начала, и вы уже понимаете, что она так немножечко уже подвялась, оно уже пошло, вот это пошёл уже процесс, запустился процесс гниения, то есть если вы это начнёте сейчас ферментировать в сыром виде, да, это можно заферментировать и не только в сыром виде, это опять-таки тема уже другая, на соусах и на заправках я эту тему поднимаю, вот, на курсе, то уже как бы, если вы начнёте это ферментировать, скорее всего, у вас будет плесень, скорее всего, у вас будет какой-то вкус, наверное, не очень, может быть, знаете, как слайм, как это по-русски, кто-нибудь по-английски там мне говорит, слайм, как это, такой, знаете, липкая такая, вот такая вязкость такая будет неприятная, возможно, будет кам появится, да, то есть вот много всяких вариантов, скорее всего, скорее всего, такой продукт у вас, ну, не будет, ну, результат будет не сильно хорошим, да, то есть если вы начинающий, лучше всего, конечно, в любом случае лучше всего брать свежие, хорошего качества, свежие овощи, да, но вот если вы начинающий, тем более, потому что если у вас сразу не получится, ну, это будет как бы, ну, всё, уже, уже, уже мотивация уйдёт дальше экспериментировать. Так, следующий ингредиент у нас важный, то есть что мы делаем? Мы создаём условия, да, то есть нам нужно, чтобы была бактерия мокренько, да, но чтобы не слишком сильно и быстро там пошли эти процессы, мы немножечко это притушим с солью, вот. Вот соль у меня тоже есть, с соли мы будем использовать 2.2, да, то есть попробуйте так сделать, если слишком будет солёно, в следующий раз 2.1 можете сделать процента от количества воды. Значит, смотри, что я сейчас делаю. Я наполняю вот это вот водой, ну, не сильно умно сделала, на самом деле, можно было уже это поставить на весы, да, то есть мы, короче говоря, с вами воду взвешиваем, но вот это вот у меня полтора литра. Это, кстати, вода, тоже важный элемент вода, это у меня пластиковая бутылка, которую я использую, переиспользую 200 раз. У меня вот стоит фильтр, наполовину чуть сломанный, но он всё равно работает, вот, неважная часть сломалась. Я фильтрую свою воду сама, то есть из-под крана очень может быть, что, во-первых, там хлорка, да, то есть хлорка, она для того, чтобы бактерии наши убивать, поэтому как бы вот, ну, не совсем удачный, да, удачный ингредиент. То есть хотя бы хлорку уберите из этого самого, да, из воды. Ну, вот я добавлю вот столечко, вот так, у меня хорошо так хвасика было, да, немножечко отверха я всё-таки оставлю, да, вот место, вот, потому что у нас тут пузырики будут, ну, и чтобы тут, ну, так удобнее, вот, да, чтобы нам удобно было там в банку залезть, если что, там, что-то помешать, чтобы у нас это всё не выплёскивалось, да. Обязательно вода должна покрывать кусочки, да, обязательно должна покрывать кусочки. Сейчас что мы с вами сделаем, сейчас так я что-то не продумала этот момент. О, супер, у меня есть кастрюлька. Сейчас мы выльем эту воду, потому что нам нужно с вами определить, да, то есть если вы были чуть-чуть умнее, чем я, и поставили банку уже на весы кухонные, да, или чётко знаете, например, на бутылке, что у вас там полтора литра, да, вот это полтора литра, плюс там сколько-то, да, то есть, ну, опять-таки, не у всех, наверное, есть весы, но вот если весы есть, то это прям очень удобно. Так, я поставлю. То есть вы могли и не выливать, да. Единственное, что когда ты выливаешь воду, её проще размешать, потому что потом мы будем с вами взвешивать. Сейчас мы взвесим воду. Так вот я прикрою. Кстати, если какие-то специи вы хотели туда добавить в квас, ну, почему бы и нет. Очень даже. Только увеличит количество нутриентов полезных, да. То есть это однозначно не минус. Так, вот смотрите, у меня, как я и предполагала, где-то... Литр восемьсот шестьдесят у меня получилось, да, литр восемьсот шестьдесят. Сейчас я... Где-то у меня было... Сейчас я посчитаю это всё дело калькулятором. Так, один восемь шесть. Так, 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 так. Так, это мне нужно умножить на 2.2 процента, да, и разделить на сто. Вот, получается 40, почти что 41 грамм. Вот, я добавлю 41, меня солёность не смущает. Я, ну, люблю, когда солёненько. Вот, как это выключается. А вот, для тех, кто на бронепоезде. Так, 41 грамм, да. Лучше всего отдельно, конечно, это отсчитать, потому что, чтобы не набухать там этой соли, да. Соль, опять-таки, ещё один ингредиент у нас, да, соль. Качество соли тоже важно. Старайтесь не брать там какую-то иодированную и так далее соль, да. Берите какой-то, ну, либо, ну, хорошего качества, да. Лучше взять гималайскую соль, да, вот я использую. Тут вот у меня гималайская немножко менее солёная, то есть её можно, может быть, даже и побольше чуть поставить, ну, немножечко побольше использовать. Я использую морскую, вот такую крупную, вообще очень люблю очень крупную соль. Наверное, это идёт из детства, когда мама всегда пользовалась этой, знаете, как это, крупная такая соль. Как она была? Поваренная. Вот поваренная соль, и мама всегда пользовалась крупной. Никогда у нас мелкой не было. Я, наверное, так привыкла, и она, в принципе, по цвету была похожа. И мне прям вот как родная эта соль, я вот к ней прилипла. Так вот, так, давайте я отмерю 41 грамм. Качество соли тоже важно, потому что, если вы берёте обычную соль, да, столовую, то в ней, конечно, полезных, полезных ископаемых, хотела сказать, полезных минералов, ну, практически нету, да, то есть там два минерала и всё. У нас с вами вот эти вот все минералы необходимы для жизни, да, у нас кровь с вами состоит из что-то 85 плюс-минус, я уже сейчас точно не помню, да, и минералов, поэтому как бы нам вот это прям подмога. Так, теперь я это сюда плюх, да, хорошенечко надо растворить, да, вот прям растворить, нужно прям хорошенечко, чтобы куски там этой соли, так вот ложку надо взять, чтобы куски соль там не болтались. Вода уже холодная. Кстати, у меня, по-моему, второй стакан, второй стакан, да. Я проснулась достаточно рано, я с утра водичку, йогу, иногда медитацию. Так, здравствуйте, здравствуйте. Ой, приветик Юлечка. Да, ну давай, подсоединяйся, вон мои девочки хорошие подгребают. Так, размешиваем всё, да, пока мы размешиваем, давайте ещё раз я вам, да, расскажу. То есть мы с вами взяли хорошие ингредиенты, и скажите, я себя громко тут мешаю, да, я люблю греметь с чем-нибудь. Желательно, да, хорошего качества, то есть качество ингредиентов важно. Сосуд тоже важен. И, смотрите, не подумайте, что вот вам теперь, чтобы вот прям хорошо пошла ферментация, нужно всё стилизовать, там все эти руки намывать круглыми сутками, да, ну абсолютно нет. То есть всё равно каких-то бактерий нужно оставить, вот. Банка у меня уже была чистая, уже подготовленная, да, вы можете её ошпарить кипяточком, вот. То есть вы простерилизовать всё, конечно же, можете. Слишком всё чисто, не натирайте там ничем, да, ну как бы мы с вами пытаемся как-то взрастить бактерии, но никак не убить, поэтому нам вот это не подходит. Стиволичка, вон какая она, розоверная. Так, тёмная кастрюлька, непонятно, размешалась у меня там, не размешалась, потому что я возюку, наверное, очень вам громко. Давайте-ка я возьму вот такую лопаточку, по крайней мере, будет тихо. Так, значит, смотрите, да, ингредиенты. Вода у нас лучше, конечно, фильтрованная, да. Опять-таки, у всех, в принципе, в мире разная вода вот из-под крана, да, но вот лучше, конечно, избавиться от хлорки. Вот. А что нам дальше нужно? Мы создаём с вами благоприятные условия, да, то есть правильное количество соли используем, чтобы, то есть очень часто думают, что ну вот чем больше соли, типа тем надёжнее, типа ну всё будет в порядке. На самом деле совершенно не так, потому что наши бактерии тоже, они, у них тоже солепереносимость, скажем так, да, если вот русскими словами говорить, да, там можно толерантность сказать, ну вот давайте скажем переносимость. Соль и переносимость у них тоже у всех разная. То есть если мы сейчас бухнем сюда 10 грамм или 20, ой, 10 грамм, господи, 10-20 там процентов соли, да, то будет просто вот, вот, ферментация не пойдёт, скорее всего, да. Слишком много соли нехорошо. Если слишком мало, там тоже свои нюансы, потому что быстрее будет идти процесс ферментации, да, а в самом начале у нас всё-таки здесь и полезные, и неполезные, да, и как бы вот, ну не хотелось бы, чтобы у нас там какие-то патогены наросли. Хотя без соли, без сахара тоже всё это возможно, но это уже более такие вот, ну как сказать, более искусные ферментаторы, наверное, больше будет под силу это, скажем так. Ну, хотя на самом деле ферментация для новичков подходит однозначно абсолютно, то есть оно всё просто и легко. Значит, мы с вами создаём условия правильные, да. Если вы для того, чтобы быстрее соль, значит, как это, растворить, там подогревали, да, то убедитесь, когда вы вот заливаете сюда, убедитесь, что там у вас не горячо и не тепло даже, да, то есть до комнатной температуры, прямо до холодной температуры доведите. Вот, потому что мы сейчас с вами, потому что самый главный ингредиент ферментации – это бактерии сами, да, собственно, откуда мы их будем брать с вами. Ну, понятно, воздух, банка и так далее, да. Но самое главное то, что живёт у нас на наших овощах. На овощах, ну, на всём, да, то есть и на овощах, и на фруктах, и на животных, и на животных продуктах, на всём растёт, везде растёт бактерии, да. Ну вот мы с вами будем, как сказать, использовать вот те, которые у нас здесь. То есть если мы это сейчас отдадим кипятком, ошпарим, да, то как бы вот не на что будет рассчитывать. Поэтому не ошпарьте это всё дело кипятком. Так, я уверена, что у меня там растворилось. Терпения у меня больше нету. Вот, я заливаю обратно это всё. Красота. Так, в стороночку. Ну, собственно говоря, вот, да. Сейчас мы это с вами накроем. Ну, я... А, нет, крепенько удалось накрыть. Значит, накроем, да. Хорошая идея какую-то сюда здесь написать, какую-то бумажечку там приклеить, да. Либо, если есть такой фломастер белый специальный для банок, можно фломастером написать дату, когда вы это всё сделали, да. Вот. Особенно если у вас там целая армия всяких ферментированных вещей. Вот. Я знаю, вот, например, у Юли там целая армия. Муж даже решил делать... Покупать второй холодильник для этой армии. Поэтому, конечно, легче, когда у вас... Вам сейчас кажется, ой, ну, я запомню. Ну, эфир же был там, ну, как бы я запомню. А потом вы будете долго рыться и вспоминать, господи, когда же это всё было-то. Вот. Ну, не суть. Значит, записали, да, и захотели. И теперь мы это ставим при комнатной. То есть, опять-таки, мы создаём условия благоприятные. То есть, если вы сейчас всунете это в холодильник, да, то, в принципе, ну, в зависимости от температуры в вашем холодильнике, но ферментация не пойдёт. Вернее, она пойдёт, но очень медленно, да, то есть положительные наши полезные лактобактерии будут. Медленно такие сонные мухи, да. А патогены, они всегда активны, и всегда у них всё хорошо. То есть, скорее всего, будет у вас плесень. Значит, слишком холодные условия не подходят нам. Значит, при комнатной температуре смотрите, чтобы не было прямого попадания солнечных лучей. То есть, в темноту не надо ставить, да, но нет необходимости. Ну, вот прям вот прямой, вот прям солнечный луч, вот так вот, да, потому что у меня сейчас ещё рано. Сколько у меня? Десять. Почти. Вот у меня сейчас, у меня там сзади вот французские окна, да, вот эти вот в пол, с потолок до пола. И у меня солнце вот так вот идёт, то есть, у меня вот так вот солнце идёт. Вот так вот. Вот так вот. Почему, собственно, моя камбуча там вот прикрыта, не видно, по-моему, прикрыта тряпочкой всегда, потому что, ну, вдруг я забыла, у меня тут три эти самые жалюзи есть, и вдруг я забыла опустить жалюзи, и что? Вот, поэтому, то есть, прямого попадания солнечных лучей нам не нужно. Ставим где-то вот на кухне, да, чтобы мы про это не забыли. Почему? Потому что в следующие, ну, два, три, четыре дня, да, очень сильно будет зависеть. Какое интересное спасибо. На здоровье. Будет очень сильно зависеть от температуры. Вот как у нас, например, в Лондоне достаточно тепло уже, да, то есть, у меня дома где-то, ну, 21. Ну, может быть, на кухне потеплее, на самом деле, особенно, когда солнце светит весь день, ну, когда оно есть. Последнее время прямо вот природа радуется. Природа прямо, yes! Вот. Значит, смотрите, когда есть у вас от 20 и так далее, да, то есть, на самом деле, 18, 20, 21, это так, ну, не очень, да, то есть, меньше 18, старайтесь, чтобы меньше 18 у вас не было. Но обычно в доме не бывает меньше 18, на самом деле. Вот. То есть, меньше 18 нам не подходит, скорее всего. Старайтесь куда-то в тепленькое поставить, да, может быть, ну, опять-таки, на батарею ставить не нужно, потому что, ну, будет не то. Слишком быстро пойдет ферментация, да, может быть, даже что-то пастеризуется, потому что будет слишком уже горячо. Вот. Ставьте где-то, может быть, окутайте чем-нибудь нежненько, да, там, какой-нибудь шалькой тепленькой или что-то еще в этом роде. Идеальная, в принципе, температура где-то, где-то 21, 25, 26. То есть, опять-таки, если пошло больше 26, да, тоже ничего плохого и страшного, но ферментация пойдет намного быстрее, тут нужен глаз да глаз. Вот. Хорошая идея, ежедневно вот подходишь, да, почему, собственно, мы на кухне это все держим. Подошел, так немножечко раз взболтнул. Если не можешь взболтнуть, ну, в зависимости от там количества, да, и так далее. Ложечкой подошел, ложечкой размешал чуть-чуть, чтобы вот эти вот бактерии там вместе с едой немножечко они там, как бы их немножко так вот подтыкнуть. Вот. Оставляем, да, в сторис я буду освещать, то есть смотрите мои сторис внимательно, я буду освещать, как у меня идет прогресс, да, что у вас будет видно. У вас будут видны первый признак ферментации обычно, ну, особенно вот в таких вот делах. Это у нас сверху будут такие, как маленькие пузыречки сначала, как вроде, знаете, как вот кластеры пузыречков, да, вот они вместе собрались, группки такие. Они похожи, как вроде, как даже пенка. Да, некоторые путают это с камом тоже, да, есть такое, кстати, в блоге у меня почитайте. Кам, что такое этот вот дрожжикам, да, вот. То есть с ним иногда путают, потому что сначала, в самом начале как-то не совсем понятно. Ну, и надо понимать, что когда вы перемешали, то там естественным образом какие-то пузырики будут, да, это не оно. Вот. Что, значит, будет у вас понятно? То есть когда вы увидите пузырики, да, у вас прямо такой запах, потому что если сейчас понюхаете, да, просто, ну, как бы вода, свекла там, чесночок чуть-чуть есть, да, там у вас такой немножечко как алкогольный такой, как вот пойдет, потому что эти пузырики, это же СО2, да, то есть бактерии выделяют еще и СО2 в процессе. Так, я поставлю так, то я пригибаюсь, Сюрина. Так, производство, так, что там? Добрый день, производство комбучи у нас только на, у вас только на курсе, в эфире не даете, спасибо. Нет, вы знаете, у меня только на курсе, вот. Ну, как бы могу вам рецепт дать, но рецепт вам никак не поможет, скажем так, потому что комбуча – это процесс всей жизни изучения, да, ну, может, не всей жизни, да, но достаточно долгий, вот Юля там может вам подсказать, Полонина, она вам может сказать, что, ну, это, как бы рецепт, это здорово, да, потому что, ну, рецепты, в принципе, есть в свободном доступе, но там очень много нюансов, таких вот своеобразных, очень сильно зависящих от того, где вы находитесь, что у вас за среда и так далее. Не буду. Значит, смотрите, немножечко, да, оно такое вот алкогольное чуть-чуть. Так, кстати, сбила все мысли, вот, надо было в конце отвечать на вопрос, но не важно. Значит, смотрите, это оставляем, да, то есть, когда у нас сначала, а, увидите, увидите вот эти вот пузыречки, да, попробуйте немножечко, ну, куда-то налейте, я обычно так, это с горла, вот, можно ложечкой тогда зацепить, немножечко попробовать. То есть, оно, в принципе, когда оно готово, да, Зоя, иди отсюда. Когда оно готово, оно будет вот как борщ. Ну, наверняка все пробовали борщ, да, ну, просто уверенно. То есть, вот оно прям вот как борщ. Вот такой вкусный, такой прямо ядрёно, классно такой, со сластинкой чуть-чуть, да. То есть, надо понимать, что в процессе будет выделяться сейчас у нас, да, уже пошёл, начался процесс, лактобактериями будет выделяться вот эта молочная кислота. Да, да, и для этого не обязательно, что это молочка какая-то, влага, да, рядом, совершенно нет. Вот. Начинает выделяться молочная кислота, и эта кислота, она, если она своевременно выделяется, то есть, хорошая температура у вас, то она создаёт неблагоприятные условия для вот именно патогенов. Вот. И патогены, короче, начинают умирать. Вот. Поэтому у вас, собственно, почему-то про вопрос про зелёную гречку, да, вот именно про это. Вот. Частично. Значит, то есть, у вас квасик будет такой солёненько-кисленький, то есть, у вас должны, вы должны попробовать, да, и достаточно ли кислотности. Я обычно, когда только появляются пузырьки, оставляю ещё. То есть, если вы чувствуете, что кислотности как-то маловато, всё ещё как-то вот ничто, вот не то чуть-чуть, да, то есть, у вас, то есть, опять-таки, тут нужно развивать вот это вот чувство живота, да, вот эту интуицию, вот эти вот рассчитывать на свои вкусовые рецепторы. Кстати, которые тоже регулируются и контролируются нашими бактериями, чтобы вы себе не подумали. Вот. Смотрите, да, то есть, опять-таки, вопросы всегда пишите мне в директ. Не уверены в чём-то, да. Прежде чем что-то выкидывать, пишите мне в директ. Скажите так, вот у меня то-то и то-то, с фотографиями лучше сразу. Я обычно оставляю ещё подольше, да, то есть смотрю, чтобы уже совсем хорошо пузырьки пошли. Я тут, я ориентируюсь на вкус, на свой собственный. Всё. Вот когда мне вкусно, готово. Тогда мы с вами будем разливать, это всё будет, опять-таки, в сторис, да, разливать будем по бутылкам, да, если кому-то нравится газация, да, шипучий такой, классик, мы, значит, разокрываем там подольше, может быть, на день, на два, чтобы у нас прям так газики были, потому что у него есть, ну, оно может такое достаточно газированное быть. Нет, ставим в холодильник, начинаем пить. Всё. Уже как мы будем пить схему, я вам брошу, у нас осталось совсем чуть-чуть времени, я вам брошу в эти самые, в сторис я вам брошу, да, схему, по которой мы будем пить. Принцип такой, чем проще, чем, вернее, не проще, если у вас нету опыта употребления, употребления, ежедневного употребления каких-то ферментированных продуктов, да, напитков, неважно чего, ежедневного, то есть если вы это не делаете, то вы начинаете с 30 грамм, 30 грамм я вам сейчас покажу, это вот такой стопарик, да, малюсенький стопарик, то есть мы будем пить с вами утром и вечером, то есть для чего мы это делаем, да, в течение 10 дней. Мы с вами немножечко, ну, я понимаю, что привычка вырабатывается, конечно, дольше, да, но вот такой вот, знаешь, такой подтолчок чуть-чуть, чтобы начать немножечко вот уже привыкать, что как вроде я тут вот что-то ферментированное пью, да, но мы с вами будем делать, значит, утром-вечером по 30 грамм. Те, кто уже не первый раз делает, те, кто уже у меня на курсах были, те, кто уже сами что-то готовят, да, и ежедневно употребляют в еду или пьют, да, что-то ферментированное, можно в двойную дозу с утра и вечером, да, то есть 60 грамм, это два таких вот стопарика, у меня такой побольше стопарик есть, вот, можно прямо, да, то есть пить я это с вами тоже буду в прямом эфире, так что не волнуйтесь, ничего вы не пропустите, да. Пьем 5 первых дней, потом вторые 5 дней, да, что-то всего 10 дней у нас челлендж, мы, значит, будем уже удваивать дозу, то есть те, кто пили 30, будут пить 60. Почему мы все это делаем, да? Мы по чуть-чуть, потихонечку начинаем приучать свой кишечник, да, вот, ну, к здоровью, скажем так, да, то есть мы будем, потому что сразу, практически все сразу чувствуют, ну, то есть если было разлажено, например, не очень пищеварение было, да, налаживается пищеварение, то есть сразу вы начинаете ходить достаточно регулярно в туалет, да, по-большому, то есть налаживаются еще какие-то вещи, то есть это уже, да, как бы дальше уже пошли побочные эффекты, да, здоровье кишечника сразу налаживается. Опять-таки повторюсь, если у вас есть какая-то конкретная проблема серьезная по вот, там, пищеварению или еще чему-то, да, тут нужно со специалистом, вы должны понимать, что я ничего не лечу, да, я вам предлагаю. Ну и плюс, когда вы начинаете вот эти вот 30 грамм, если вы не уверены, выпейте вот ложечку, чуть-чуть, посмотрите, тут главное заметить, как вообще ваше тело на это реагирует, да, если, как вам кажется, да, вроде ничего, так все-все окей, тогда давайте вот эти по 30, да, утром, вечером. И опять-таки смотрите, наблюдайте за своим телом, когда вам приятнее, когда вам, вашему кишечнику легче воспринимать, да, после еды, до еды, я, например, натощак это могу пить, да, там, то есть тут уже ваши, ваши очень индивидуальные нюансы, которые вы должны сами, короче говоря, ну кто лучший доктор, чем сам себе? Ну никто, понятное же дело. Вот. И так, значит, вторые 5 дней, значит, те, кто пили 30, начинают пить 60 утром, вечером, то есть вы понимаете, нам всего нужно достаточно много вот этого вот дела, всего. Вот. Кстати, очень часто те, кто пили 60, 120 пьют, понятное дело, да, очень часто присоединяются мужья, тем более все же дома пасутся, мужья присоединяются, дети, то есть тут надо понимать, что вам придется, вам не хватит на 10 дней, если всю шайку Араву кормить, да, то есть вам придется, ну, купить чуть побольше, поставить еще свеклы, как я говорила в начале эфира, это можно сделать, да, то есть у нас достаточно, достаточно времени, чтобы к этому присоединиться. Плюс у нас будет еще такой интересный момент, у нас будет конкурс, потому что у нас обычно мы что-то вот с этих, с этой, почему мы, собственно, чистили, да, свеклу, сейчас, кстати, закончится, свеклу мы чистим, потому что, то есть если вы не собираетесь свеклу кушать, после этого употреблять куда-то, да, то ее можно не чистить, да, но если вы хотите, так, максимально, поскольку можно пить, слушайте, ну, мы с вами, как, знаете, вот в терапевтических целях пьем, максимально, можно сколько угодно, опять-таки это нужно, ваш организм вам скажет очень индивидуально, так нельзя сказать, вот. Значит, смотрите, мы через вот, там, сколько, да, там, пять дней, сколько у нас займет, да, все, весь этот процесс, у всех по-разному, мы с вами вот эти вот ингредиенты, ну, вот эти вот свеколку будем использовать, то есть у меня уже есть рецепт, на ютюбе есть рецепт хумуса, даже два варианта хумуса, да, с горошками и без горошков, да, с нутом, без нута, вот. Там в прошлый раз я делала конкурс, кто самый интересный рецепт придумает, да, в этот раз у меня будет просто конкурс, то есть я конкурс тоже еще объявлю, да, будет все в сториз, то есть следите за сториз. У нас будет, значит, конкурс для тех, кто выложит либо процесс, да, либо там, в общем, по нашему челленджу, ну, я еще потом оглашу, да, конкурс более, более конкретно в посте тоже, буду я давать вам списочек рецептов, то есть у вас, те, кто у себя поставят на странице, да, либо в сториз меня отметят, либо фотографии уже готового класса, да, либо что-то в этом роде, вот, то я вам, будет вам такая приятная плюшечка, три рецепта прописанных вот по нашему квасу, да, то есть будет сам квас прописанный рецепт, вот, чтобы вам уже не просматривать всякие эти эфиры 20 раз, да, что вот взял и сделал, вот, будет и пару рецептов с самой свеклой, вот, если вы что новенькое, интересненькое придумаете, кстати, в прошлый раз девочка одна делала конфеты, вот, так что вот, прям вот вам карты в руки. Так, я уже смотрю, что у меня сейчас эфир закончится, я еще половину, что хотела, не сказала, как всегда, проболтала, вот, сейчас я посмотрю, какие вопросы, так, 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 все доступно, я боялась к свекле подойти, не надо к свекле бояться подойти, все хорошо, мне кажется, Оля, вы же уже делали у меня, в прошлый раз, нет? Так, 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 Палдес Велли, та-та-та-та, Вуркабес, так, Инта, я вам могу сразу сказать, что я с латышским не очень дружу, и я все для вас переводила, писала для вас через подружку, так что вы, если мне это напишите, напишите в директ, то я вам тогда отвечу, сейчас не буду просто терять время, это у меня, ну, мозг, потому что мозг уже латышский не слышит, 15 лет, ну, он уже все, да, не работает, можно окружку из этого сделать, можно окружку из этого сделать, можно сам вот, ну, как бы, напиток, да, то есть вам понравится, можно его делать как, да, вот холодную, холодный суп, да, вот тут окружку то же самое, можно его какие-то в салатики добавлять, что он такой достаточно кисленький получается, да, то есть тут можно много чего сделать. Ответьте, Плес, на вопрос выше, а что там за вопрос выше у вас? Так, я уже не вижу, Ну, а потом слизь, правда, тепло еще на улице. Так, резко тепло на улице, да, может слизь быть. Если при ферментации свеклы без соли на второй день раствор стал слегка похож на кисленький, это что, все испортилось, выбросить продукт, так как морковью был процесс быстрый. Так, давайте-ка вы мне пришлете это, давайте разберем этот момент в прямом, в этом, в директе, да, потому что сейчас у меня заканчивается уже, мне кажется, минута или сколько-то осталось, да, я просто не успею вам ответить, вот, то, что у вас пошла про ферментация, ну, давайте разберемся, да, да, я обязательно оставлю эфир, обязательно, вот, еще на YouTube, наверное, закачаю, хотя это у меня уже третий, третий или четвертый эфир по именно квасу, вот, ну, всегда со своей какой-то, как-то чуть по-другому, вот, да, вы напишите обязательно мне, мило, вот, в директ, да, я, ну, разберемся просто с вами, вот, потому что так я сейчас, ну, займет нам время. Так, дорогие мои, собственно, все, да, у меня уже, в принципе, ни на что сильно времени нету, есть какие-то вопросы, какие-то непонятности, да, я все, всю информацию выставлю вам потом в сториз, да, если что-то еще интересует, пишите мне в директ. Кстати, про пользу, в чем же польза свекольного кваса, у меня тоже есть пост, да, так что смотрите. Все, дорогие мои, хорошего вам, замечательного вам дня, что у меня уже пишут 24 минуты, секунды осталось. Все, всех обнимаю, целую, все, всем пока. Все, все, всем пока. Продолжаем.